Приветствую вас! Давайте мы попробуем сказать так, что если ваша подруга не первый раз поступает определенным образом, то для нее это уже система. И если для нее эта система, то ваша подруга имеет представление о том, что она делает и что она получает. Соответственно, для того, чтобы вам изменить поведение своей подруги, надо донести до нее, что ее поведение больше не выгодно. И если вы это сделать сможете, то, я полагаю, проблем особых не будет. Другое дело, что, знаете, другое дело, что не так-то это легко, как может показаться на первый взгляд. Вам для начала надо определить главное, какую цель преследует ваша подруга, чего она, собственно говоря, хочет вообще, для чего она так поступает. Далее, вам желательно бы прекращать искать виноватых вообще, в принципе, прекращать искать виноватых. Потому что, если вы будете это делать, искать виноватых, я имею ввиду, то ничего хорошего из этого не получится. В ссоре, в конфликте всегда несут ответственность оба человека, оба, скажем так, обе стороны конфликта, если угодно. Вот так вот еще можно сказать, обе стороны конфликта. И поэтому не стоит думать, что вы не несете никакой ответственности, например, за то, что произошло. Например, опять-таки, между вами и вашей подруги. Дальше стоит сказать так. Если у вас не первый случай ссоры, то очевидно, конфликт лежит глубже, чем какой-то внешний повод. И тогда давайте попробуем этот повод найти более глубокий, более глубинный и более естественный повод для того, чтобы между вами периодически были ссоры. Чего подруга хочет? Думает ли она о вас? Такая ли она действительно вам подруга? Почему вы терпите эти ссоры? И как вы собираетесь вести себя дальше? Над всем этим вам нужно подумать. Ну, желательно подумать, конечно же. Тогда и лучше будет понятно, что вам делать. Дальше. Следующий важный момент, момент касается того, как вы себя ведете с подругой, как вы выстраиваете отношения с подругой, какую позицию в этих отношениях вы занимаете. Тоже, знаете ли, очень важный момент. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, момент очень важный. Это я вам совершенно точно могу сказать. От этого зависит то, что считает для себя приемлемым ваша подруга. Если ваша подруга, например, считает, что может поступать определенным образом, значит, это отчетки. Вы ей сами это подволили и с этим сделать уже на данный момент можно все это весьма и весьма с трудом. Хотя бы потому, что у нее уже сложилась определенная модель поведения по отношению к вам. Дальше. Следующее, что я хочу вам сказать. Это не вредите ли вы себе, когда и если пребываете в отношениях с ней. То есть, не наносите ли вы себе вред, когда вы с ней дружите. Это тоже очень важный момент, чтобы вы не наносили себе вреда, не жертвовали как-то собой и так далее. Если вы это делаете, то это также плохо и негативно сказывается на ваших отношениях с подругой. То есть, как вы, я надеюсь, сейчас поняли из того, что я вам сказал, необходимо разбирать ситуацию более подробно, или более детально, в том числе и лично вас. То есть, что вас, например, удерживает с этой подругой, что у вас общего, так ли много у вас общего, ну и так далее. То есть, все вот это желательно бы разобрать. Далее. Вы пишите о том, что... Вот вы пишите о том, что ваша подруга виновата. То есть, вы прямо так и говорите, что вот, ну, она виновата в том, что вот произошло. Откуда и почему у вас такая уверенность, что именно ваша подруга виновата в том, что произошло? Ага, свадьбу ответственности вы не допускаете? Если да, то насколько, если нет, то почему? Это тоже очень важный момент, потому что вполне возможно, что вы не совсем верно устраиваете отношения не только с подругой, но и вообще с людьми. И тогда с этим также необходимо будет разобраться. То есть, чтобы понять, что вам делать, необходимо разобрать вот эти вот все моменты. И только тогда вам можно будет помочь, и только тогда вам, ну, для вас можно будет что-то сделать. А пока то, что вы сказали, это довольно общая форма вашей проблемы. Например, нету никакой информации о том, как часто вы ссоритесь. Например, нету информации, если у вас еще подруги. И наличствуют ли у вас с ними проблемы, или только с одной. Вот обо всем этом с вами нужно разговаривать. Если вы действительно хотите сохранить отношения со своей подругой, то я рекомендую вам настраиваться на хотя бы несколько консультаций с психологом для того, чтобы подробно разобрать все основные моменты. Потому что, ну, немного настораживает ваш настрой, относительно того, что вы говорите, что виновата ваша подруга. Тут вообще надо разговаривать, что вы обвиняете ее. Но обо другу, вероятно, она вас объединяется не потому, что вы поссорились, а за что-то куда более глубинное, но и общее, что облегчает поиск этого. Постарайтесь подобный момент не упускать из виду. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Субтитры Алексею Дубровскому!